Еще одна головная боль родителей – это собрать ребенка в школу, купить ему форму. Со следующего года народные избранники предложили шить форму по единому ГОСТу. Но поможет ли эта мера родителям? И сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу, узнаем у Юлии Никифоровой. Она подключается к нашему разговору. Юля, привет! Тебе слово. Дима, привет! Как говорят у первоклассников, в наше время такие портфели, будто они в любой момент готовы уйти из семьи и начать новую жизнь. Правда, родителям сейчас не до шуток. Многие приготовились к большим тратам, ведь в финансовом плане рюкзак становится тяжелее с каждым годом. И это нам подсказывает здравый смысл, с которым иногда спорят специалисты. Например, в Авито уверяют, что собрать ребенка в школу обойдется дешевле, чем в 2022-м. При этом ссылаются на данные Росстата. В расчет взяли форму, костюм для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетради. И вот что получилось, давайте сравнивать. Аналогичный набор обходился в 11 790 рублей для девочек и 11 558 для мальчиков. Таким образом, экономия при покупках на Авито составит около 30%. Мы в сравнении с прошлым годом динамику мы наблюдаем отрицательно. В этом году те же специалисты утверждают, что средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8 200 рублей для девочки и почти 8 500 для мальчика. Суммы рассчитаны исходя из наличия школьной формы, спортивной одежды и обуви, рюкзака, канцелярских товаров и тетради. Цифры нереальные, скажут многие и скорее всего будут правы. Собрать ребенка за 8 и даже за 11 тысяч рублей скорее всего не просто поход в магазин, а квест по всем торговым сетям любого российского города. Так сколько стоят сборы в школу на самом деле? Для этого мы отправились в магазин и посчитали расходы вместе с продавцами. В расчет взяли сборы первоклассника. Минимальный набор получается у нас одеть ребенка в школе в пределах 10 тысяч выходит минимально. Луски, юбочки, рубашки, пенал, рюкзак, обувь сменная, спортивная обувь и шорты, футболка. Но ученика среднего звена собрать в школу дешевле. Это со слов продавцов. У родителей, конечно, своя математика. Школьная форма, там пара комплектов из нормальной ткани обошлась 12 500 на девочку. Полноценный комплект. Ну, мне кажется, минимум около 20 тысяч, если купить рюкзак, купить конс принадлежности, блузки, спортивная форма. То есть, ну, не менее 25 тысяч, 20 точно. Я рассчитываю тысяч на 20 минимум, чтобы купить хотя бы какую-то ветровку, две рубашки. Уже у меня о другом количестве речи не идет. Итак, средняя сумма составила около 20 тысяч. Это только на одного ученика. Многим, чтобы подготовить ребенка, приходится копить заранее или даже брать кредиты. Тем более, что учитывать приходится и требования к форме. Каждая школа вправе решать, как должны одеваться ученики. Цвет, фасон, вид одежды, эмблемы. И чтобы упростить задачу всем, в России собираются ввести ГОСТ на школьную форму. К фасонам требований не будет. Пристальное внимание обратят на ткани. Они должны тянуться, медленно изнашиваться, а кожа в них дышать. Было принято решение разработки стандарта на школьную форму, который будет устанавливать требования к школьной форме. И будут там прописаны требования как к материалу, так и к технологии изготовления, к гикроскопичности, к истираемости формы. При появлении данного стандарта родителям будет проще выбирать форму уже по заявленным качественным характеристикам, а производителям будет проще производить. Нововведения, если вступят в силу, то только в следующем году. Будет ли дешевле, покажет время. Предположения высказали в Госдуме, там считают, что инициатива приведет к подорожанию. Однако родителям обещают предоставить выбор. Они будут решать, покупать новую форму или нет. Новый ГОСТ имеет рекомендательный характер, поэтому ориентироваться, скорее всего, мамы и папы будут не на правило, а на свой кошелек. Ну а пока же хочу пожелать родителям терпения и припавок в зарплате к новому учебному году, который уже совсем близко. Дима, передаю слово. Спасибо, Юлия.